у моего друга на участке две шикарных теплицы и пару лет он пытался здесь получить урожай смотрите теплицы из отличного профиля стеклянные стенки и крыша даже не поликарбонатная но урожай получить не удавалось прошлом году я ему предложил попробовать вырастить томаты и огурцы по моей технологии с помощью каркасных кашпо эксперимент прошел отлично у него были очень хорошие вырожая особенно огурцов и поели и засолена на зиму засолили вот и в этом году он попросил меня взять шерства и помочь с посадками вот тем мы сейчас и займемся первое что мы сделаем это подготовим горячий слой есть не дозревшие компост заложенный с прошлого года и есть свежий конский навоз это самое лучшее что можно только придумать для горячего слоя вот так мы сейчас при этом перемешаем и как следует прольем водой водой можно быть пролить уже непосредственно в лунке которые будем сажать сначала мы спланируем нашу грядку будущую из каркасных кашпо но вот теплица еще раз достаточно большая мы решили ставить под огурцы каркасные кашпо вот таким образом ну и вот здесь с одной стороны войдет примерно 13 кашпо и 13 кашпо войдет с другой стороны вот после того как разметили начинаем уже осуществлять подготовку на том месте где будет стоять каркасная кашпо мы выкапываем небольшую ямку вот куда мы уложим горячий слой землю если она у вас хорошая можно будет использовать вот эту вынутую можно будет использовать уже при посадке огурцов так еще немножечко поглубже ну вот пример примерно такую ямку эту ямку под кашпо и примерно еще треть самого кашпо засыпаем как раз вот этой смесью компоста и навоза свежего конского огурцы обожают конский навоз вот получилось заполнили только ямку можно еще немножко сыпануть сюда этой смеси после того вот когда мы уложили горячий слой вот посмотрите видите в каком количестве надо его как следует утрамбовать потому что он будет оседать у вас постепенно вот и как следует как следует пролить игорь помоги пожалуйста пролить смело лейте что вот эта смесь заработала термофильным бактериям чтоб они выделяли тепло или переваривая вкусняшку необходимо обязательно чтобы было тепло темно и сыро смело это мы делаем обязательно перед тем как залить засыпать землю можно даже немножко лопаты помоги это самая лампа лопаты так помешать все это делать чтоб лучше размешался компост с навозом кашпо ничего от этого не будет зато потом такая грядка будет работать у нас как реактор вот пока вода у нас впитывается хочу еще пару слов сказать конечно очень хорошо недозревший компост и навоз использовать для горячего слоя но можно использовать например если у вас нет навоза или компоста можете использовать траву и ускоритель компостирования таким же способом то есть уложить перед такую скошенную траву или например даже сена вот и посыпать или полить ускорителем компостирования но также потом обязательно этот слой смочить термофильные бактерии будут работать и в таком и в такой смеси сверху мы уложим теперь плодородную землю для посадки огурцов у нас пока вот свежую землю еще не привезли для этих теплиц мы возьмем вот эту старую я к сожалению не знаю отработала на свое не отработал но по виду вроде нормально вот и засыпаем мы ее почти до самого верха немного оставим место чтобы нам потом замульчировать весна идет скоро будет уже свежая трава и мы потом вот этой свежей травкой скошенной замульчируем тогда реже надо будет поливать наши посадки вот и кашпо будет дольше держать влагу и микроорганизм будет гораздо скажем удобнее там работать выделять тепло для наших которые так необходимы нашим грациям утрамбовывайте тоже плотнее немножко все это дело чтобы потом эти грядки меньше оседали место в нашей теплице много поэтому урожая хватит точно тем более если будет 26 кашпо под посадку поэтому вот в такой кашпо модели м 4030 35 литровая ведь диаметр его 400 миллиметров высота 300 можно было бы посадить если вам хочется очень большой урожай и допустим 23 растения но мы здесь экономить не будем мы сейчас кинем вот сделаем луночки чтобы просто подстраховаться и не тратить время зря но вот у нас в каждом кашпо будет расти только один огурец поэтому мы сейчас два семечки поставим потом когда они зайдут посмотрим какое растение будет крепче и более жизнеспособное и вот слабое растение удалим огурцы мы посадили и теперь надо будет конечно это все эту землю полить можно было полить до посадки семян сейчас больше риск что мы разлом размоем и наши огурцы сплывут нам надеюсь этого не произойдет тоже как следует пролить и чтобы почва у нас намокла в питере погода еще гуляет поэтому чтобы наши снизить риск чтобы посадки не пропали даром и не повлияли вот эти перепады ночных температур ночью холодно вот мы накроем все таки вот это кашпо экранчиком экраном модели у 40 30 она увидите четко входит сюда вот и поэтому все тепло которое у нас будет производить нижний горячий слой плюс температура в теплице все это создаст комфортные условия для схожести семян вот сегодня 4 мая когда мы сделаем все теплицу таким образом я обязательно вам покажу чем этот эксперимент закончится вот посадка огурцов в теплице закончена все сделали как я вам показывал внизу горячий слой привезли свежую землю засыпали и посадили огурчики вот даже сейчас видно посмотрите какой дополнительный парниковый эффект дают вот эти экраны хотя сейчас день в теплице тепло но ночью если будет опять падение температуры а в питере 5 падение температуры еще ночами будет долго вот эти экран экраны они защитят наши огурцы потом обязательно тоже при этом сам подъеду и покажу вам когда уже огурцы зайдут и как они будут развиваться и расти а вот в этой теплице мы будем сажать томаты тоже перцы баклажаны вот как мы это будем делать я вам расскажу обязательно в следующем выпуске но тоже мы это будем делать с помощью каркасных кашпо огурцы мы сажали поздно в мае хотя таким способом их можно сажать гораздо раньше с первым весенним крепким солнцем совсем не обязательно все огурцы сажать так достаточно нескольких кашпо для получения гарантированного раннего урожая если эта идея вам понравилась поднимайте большой палец вверх и подписывайтесь на мой канал сад и огород в мешках такие каркасные кашпо и укрытия вы можете приобрести в моем магазине по адресу огородвмешках.рф в течение лета обязательно буду показывать и рассказывать как за посадками ухаживать и какие будут урожая спасибо за просмотр и до новых встреч